Здравствуйте, друзья! Вы смотрите очередную видеозаметку от Арканум ТВ. Меня зовут Алексей Пахабов. И сегодня мы поговорим о четырех кастах. С момента, когда я выпустил книгу «Четыре касты», меня все время осаждают вопросом, как определить собственную касту. Хотя, на мой взгляд, описание в книге было вполне исчерпывающим, но действительно для многих людей представляет трудность понять, кто же я, вот к какой касте принадлежу, так как мы можем найти свойства каждой касты внутри себя. Поэтому это маленькое видео о том, чтобы вы определились, к какой касте относитесь. Для начала скажу вот что. Зачем надо определять, какой вы касты? Вообще, на самом деле, такой необходимости нет. Имеет смысл определять себя, относить себя к какой-то касте только для того, чтобы понять, какой у вас есть долг перед системой. То есть, другими словами, кастовая система – это всего лишь модель для определения того, чем человек должен заниматься. Но если вы сможете понять, какой вы каст относитесь, то зачастую это будет некое разочарование, что вот если я купец, я должен заниматься что торговлей, а мне торговля не нравится, то, ну вот, извините, вы сами выбрали эту модель в качестве своей путеводной звезды. Опять же, это всего лишь модель, она не является абсолютно истиной. Это просто помощь для того, чтобы идти по пути, для того, чтобы понять, какое качество в себе нужно развивать. Итак, способ определения собственной касты. Для начала из этих четырех каст выбросите касту магов. То есть, потому что маги вообще, им по барабану, какой касте они принадлежат. Они никогда не задаются этим вопросом, их она не интересует, потому что это люди, как правило, очень занятые, им есть чем заниматься, и им не нужно это подтверждение. То есть, вот, а у меня вот есть как бы удостоверение, я принадлежу к четвертой касте. Нет, это все как бы лишнее, поэтому, если вас интересует этот вопрос, следовательно, вы один из трех. То есть, один из трех вариантов. Итак, напомню, четыре касты, работник, купец, воин и мудрец, или маг. Эти касты не являются одна лучше другой, это просто некая эволюция сознания из воплощения в воплощение, то есть, человек или душа человека накапливает определенные качества, сначала впервые рождаясь, накапливает качество работника, и потом она накапливает качество купца, и накапливает качество воины. То есть, существует как бы естественный переход, естественная эволюция, подобно тому, как ребенок не может сразу стать старым человеком, он должен пройти через период полового созревания. То есть, природа предопределила нам, как должно происходить развитие, и вот кастовая система пытается это описать. С точки зрения понимания, какой же касте вы принадлежите, здесь самому себя определить трудно, хотя бы по той причине, что мы по отношению к себе неадекватны. То есть, мы очень субъективны. Мы обязательно себе какую-то поблажку, да, имеем в виду. Вот со стороны намного виднее. Либо попросите кого-то из людей, которые вас хорошо знают, чтобы они помогли вас определить, рассказав при этом вот сам метод. А метод очень прост. Надо вычислить у себя, то есть попытаться за собой понаблюдать, какая мотивация у человека в жизни доминирующая. То есть, не то, что чем я мотивирован в сегодняшний день, а вот что мной движет, какая у меня есть движущая сила внутри меня. У первой касты самая основная мотивация является мотивация выжить. И все. При этом не надо путать это с каким-нибудь инстинктом выживания, что когда человек тонется, он борется за жизнь. Все люди борются за жизнь, если им угрожает опасность. Нет, это повседневная мотивация, которая формирует мышление человека. То есть, первая каста – это люди, которые озабочены, как правило, обеспечением себя условиями, при помощи которых у них нет беспокойства за жизнь. И причем они подразумевают именно самую такую приземленную термин выживания. То есть, чтобы была еда, вода. Поэтому они себя окружают земельным участком, на котором выращивают сами какие-то продукты питания. Возможно, у них есть склонность к созданию скота в своем предприятии. То есть, человек первая каста, он понимает. Вот у меня есть земля, у меня есть скот, я выживу. Все. Дальнейший каких-то... Он много чего хочет. Он может заниматься даже духовным развитием, он может читать какие-то умные книги. Но по факту его движущей силой является... То есть, вот то, что он реально делает. Да? То, о чем он заботится в первую очередь. Это именно о том, чтобы у него было что поесть. То есть, вот элементарно. Все очень просто. Какие-то высокие материи у этих людей присутствуют, ну, разве что в качестве разговоров за стопочкой. Реальных каких-то движений в сторону этих высоких материй эти люди не создают. Поэтому они в основном обеспечивают себе самые необходимые условия для выживания. У второй касты мотивация посложнее, но тем не менее все равно проста. Люди второй касты мотивируются в своей жизни принципом «хочу-не хочу», «нравится-не нравится». То есть, вот есть люди, которые говорят, а мне вот эта вот работа не нравится. И поэтому они не могут пробудить свой дух. То есть, у них нет энергии для того, чтобы выполнять эту работу. А вот это я не хочу, поэтому делать не буду. А вот это да, это мне нравится. Я хочу быть магом. Очень часто можно услышать от этих людей. То есть, как бы их основной является силой, побуждающей действовать. Это именно «хочу». То есть, сексуальная энергия. Если это доставляет какое-то удовольствие, это да, это мое. А вот не доставляет – не буду. Я знаю, что надо, не нравится. И это то, что мотивирует людей второй касты. Поэтому, если вы присмотритесь за тем, что вы делаете, а я говорю, к себе мы субъективны, но попросите кого-нибудь, чтобы он сказал, вот со стороны, как это выглядит. Я делаю вот то, что хочу, да? То есть, как бы, вот это хочу – делаю, вот это хочу – не делаю. Опять же, есть вещи, которые мы вынуждены делать. Да, мы ходим на работу, которая нам, например, не нравится, и мы не хотим ее работать, но мы вынуждены. Это вовсе не означает, что мы не принадлежим к касте купцов. Нет. Это просто говорит о том, что человек не освоил свои навыки купца и поэтому не может заниматься тем, что он и хочет. Поэтому проследите за своей мотивацией в этом смысле. Третья каста. Третья каста – у них другая сила. У них существует понятие долга. Долг не в смысле «я там соседу 200 рублей задолжал», а в смысле «я это делаю, потому что я это должен делать». И они уже живут по принципу «могу». То есть, как бы вторая каста «я могу то, что хочу», а вот что «не хочу», то «не могу», не получается. А вот третья каста «хочу», «не хочу», «должен». То есть, есть понятие долга, как некой идеи, движущей идеи. То есть, например, есть долг обеспечивать свою семью. То есть, кормить, одевать, пытаться ее развивать. Этот долг есть у всех каст. Но по-настоящему к этому относятся только войны. Да, потому что для купца, пока семья в радость, пока семья нравится, он ее обеспечивает. Как только семья, возможно, стала какая-то отношение там с женой, или с супругом охладились, да, то есть, как только вот она начинает быть в тягость, то есть, выходить в категорию «не нравится», то купец может уйти. То есть, для него нет понятия долга, семейного долга супружеского или долга мужа. Он просто не нравится. Не мое, я себя насиловать не буду. И, в принципе, такова их природа, винить их за это не стоит. Воин нет. Воин, если это долг, он, да, не нравится, да, трудности, но это мой долг. И это дает ему силу. То есть, важно не то, что человек мотивирован этим в своем уме, а он реально из этого получает энергию. Это реально в нем пробуждает какое-то могущество. Человек чувствует себя живым, когда выполняет свой долг. И он это может делать. Зачастую воины занимают позиции далеко не такие, которые им бы нравились. То есть, воины — это вообще люди, у которых вот нравится, как-то с ними очень часто не сопутствуют. То есть, всем нравится одно и то же. Отдохнуть там, я не знаю, порыбачить и кому что. Но воин на этом месте, он занимает какую-то лидирующую позицию, потому что может. Вы наверняка замечали, что многие руководители компании, возможно, дуб-дубом в том, чем они руководят. Но они могут руководить. Да, если посмотреть на политиков, мы можем увидеть, боже, как этого политика допустили к власти. Он же вообще может. Он как раз-то и у власти, потому что может. Потому что он может взять это качество, он может удерживать собой. Плохо ли, хорошо ли, это уже вопрос политологов, но может. И поэтому он это имеет. Следовательно, просканируйте себя на наличие вот этих трех вещей. То есть, если в основном вы заботитесь лишь бы о том, чтобы у вас было что покушать, чтобы хлеб был на завтрашний день, вы первая каста. Купцы – это ребята, которые мотивированы хочу-не хочу. И третья каста – это люди, которые действуют в соответствии с какой-то идеей, потому что должны, потому что призывает их понятие совесть, честь, да, то есть какой-то принцип. Уже такой идеологический, нематериальный, как у купцов. Однако, все равно вы можете заметить, ну да, я беспокоюсь о том, что было что покушать. Я, у меня есть желание, я и хочу, а что в этом таком? Но вот тут я должен, я это делаю, я должен убираться дома, я убираюсь, я должен пылесосить, я не знаю, там, жена, ну я же должна мужа кормить, я его кормлю, да, вот тоже не совсем понятно. Поэтому очень часто человек находится в другой касте. Знаете, я недавно придумал пятую касту, я называю его каста овоща. То есть, когда человек как бы не может, ну не там, не там, он ни в одной деятельности не силен. Это связано с тем, что у него, его энергия закупорена, он не может действовать. и с этой точки зрения можно посмотреть на себя, какие качества развиты в этом плане. То есть, как понять, как сильно вы развились внутри касты. Видите ли, на самом деле, в течение жизни мы развиваем все четыре касты. Мы занимаемся физическим трудом, мы удовлетворяем свои желания, мы и пободаться приходится, то, чтобы защищать свою идею, ну и какие-то духовные знания и духовную практику мы тоже как-то совершаем. Поэтому вопрос лишь только в том, где доминанта. А доминанта там, где у вас больше всего качество развито. То есть, вы, может быть, сами-то и можете быть четвертой касты, но по факту вы занимаетесь, не знаю, там, кастой работе. То есть, например, когда я пошел в армию, я думал, что меня будут учить воевать. А нет. Была проблема, недоработка в первой касте. Лопаты в руки, марш убирать снег, как бы какие-то строительные работы. Поэтому пришлось как бы дорабатывать. Очень часто вот эти доминанты нас как-то заставляют где-то действовать. Поэтому как же понять, где ваша доминанта? Очень просто. Если у вас развиты навыки работника, то тогда вы можете получать, скажем так, то тогда у вас всегда есть какая-то работа. Причем монотонная, тупая работа. То есть, вот если у вас, говоря эзотерическим языком, муладхара чакра открыта, то есть, качества муладхара чакры наработаны, вы сантехником, электриком устроитесь без проблем. То есть, не знаю, всегда найдется что поделать руками. Вот всегда. Мир прям вам благоволит вот в этом. И если вся ваша жизнь складывается к тому, что вы по большей части вынуждены получать какой-то вот физический труд, то ваши доминанты находятся в муладхара чакре. И это говорит о том, что вы отрабатываете качество первой касты, каста работников. Как понять, наработаны ли у вас навыки и каста купцов? Все очень просто. Вопрос в том, какие желания вы можете удовлетворить? Вы вообще можете удовлетворить свои желания? Чего вы хотите? Вы хотите поехать на остров? Хорошо. Можете? Вы хотите себе новую машину? Прекрасно. Можете? Можете себе позвонить? Можете добиться ее? Да? Чего вы хотите? Новое платье? Попутешествовать? Замуж? Вы можете это реализовать? Вы можете это достигнуть? Нет? Тогда плохо развита эта каста внутри вас. Если ваше желание, вы удовлетворить не можете. Если можете, поздравляю. Качество купца в вас присутствует. Следовательно, это к вопросу о том, когда люди хотят заниматься магией, но не могут элементарно позволить себе, не знаю, ходить в кино. То есть, они думают, ну вот, я же хочу заниматься духовным развитием, а у меня реально денег нет. Так вот, как бы мир так и говорит, научись зарабатывать. И нет в этом ничего плохого. То есть, это просто еще один способ эволюции. Действуй вот в этом направлении, научись удовлетворять свои желания. Научись быть удовлетворенным. Хотя бы в материальном смысле. Потому что я очень часто сталкиваюсь, когда люди не удовлетворены материально, пытаются удовлетворить себя духовно. И как только они что-то получают, вот на этом духовном уровне, они пытаются это всячески обратить в материю. То есть, продать, как-то заработать над этим. Требует, требует недоработки в этом плане. Поэтому, обязательно присмотритесь к себе в этом плане. Как понять, есть ли у вас качество третьей касты, касты воинов? Очень просто. У вас есть власть. Любая власть. То есть, это как определенный авторитет. То есть, у вас хотя бы в кругу друзей, но вы там лидер? На работе у вас есть коллеги, пользуетесь ли вы каким-то уважением, прислушиваются ли к вашему мнению? И, в принципе, когда вы попадаете в какую-то ситуацию из незнакомых людей, идут ли за вами люди? Прислушиваются ли они к вашему мнению? Если вы видите в себе вот эти предпосылки власти, то есть, что вы можете быть лидером, вы можете быть тем, кто ведет остальных, тогда да. Тогда у вас есть эти навыки. А если вы как бы, друзья, друзья, а вот у меня есть предложение, а в вашу сторону даже никто не смотрит, то это говорит о том, что вы еще пока не воин. И эти качества надо в себе развивать. Как правило, собственная каста, то есть, точнее, к чему принадлежит, к какой касте принадлежит человек? Интересно, либо воинам, либо купцам. Для купца это как одежда. То есть, посмотрите, у меня новое платье, да, и это привлекает внимание. И человек также может сказать, ха-ха, я третий касты. Но на самом деле он пытается этим хвастаться. Воин тоже, да, он говорит, а я маг, и поэтому вы все должны как бы идти за мной, служить этому, служить мне, да, то есть, как бы некий величий, некий статус, дополнительные звездочки на погонах. Магам же все равно. Купец он, воин, есть конкретные задачи. Поэтому третий, последний способ определения своих касты, посмотрите, что делает мир с вами. То есть, что он заставляет вас делать? Заставляет ли он вас пахать рабским трудом? Заставляет ли он вас научиться удовлетворять свои желания? Или он заставляет вас быть лидером, вести кого-то? Причем, понимаете, ситуации, они сами складываются. Хотите вы этого или не хотите, действуете вы в этом направлении или не действуете. Таким образом, мир сам дает вам подсказку, какова ваша природа. Ну и последнее, наверное, завершить словами. Мне хотелось бы цитатой из ведического писания Бхагалдгита, где говорится, лучше плохо соблюдать свой долг, то есть, свою природу, чем хорошо идти по чужому пути. Поэтому, если уж вы взяли на себя систему 4-х каст, поймите, где у вас доминанта, чему заставляет, принуждает мир вас, и как это все выглядит со стороны, а дальше плевать. Нравится, не нравится. Моя природа, я это делаю. Хотя, это больше уже к 3-й касте. На сегодня это все. До следующей встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok